Новость о назначении Гиви Габния на должность директора Центра стратегических исследований вызвала различные эмоции, суждения и предположения в обществе. Тем более, что стало известно, что весь научный состав Центра уволился вслед за руководителем Олегом Доминием. Первым публично высказался Гиви Габния. Он не стал рассуждать о причинах смены руководства, а просто рассказал, чем и как должен заниматься Центр стратегических исследований, согласно положениям своего устава. Вот она, статья 6. Это то, чем должен заниматься Центр. И вот здесь, да, основные задачи. Здесь в одном из пунктов, это третий пункт, да, прямо так и написано. Написано, что вот эти материалы аналитические, предложения, рекомендации, экспертные оценки, прогнозы высшие органы власти для служебного пользования. А тому же нужно определять, что служебное пользование, оно тоже имеет определенные рамки и так далее. Учредителям или же главе государства, значит, ему виднее, что, ну, даже если мы говорим, что выдавать, что не выдавать. Как рассказывает Гиви Габния, в своей работе ЦСИ пользуются по большей части закрытыми данными. И это значит, что результаты анализа информации с ограниченным доступом не должны быть публичными. Как говорит Габния, Центр в первую очередь должен заниматься разработкой стратегии для реализации задач, поставленных президентом. Президент, еще раз повторюсь, ставит задачу. Ему видны те проблемы, которые он сам, как высшее должностное лицо, значит, собирается запускать, решать. И вот эти материалы, исследовательские материалы, вот анализы, выводы, они ложатся в нормативно-правовые акты высших органов власти. По словам Олега Доминия, ситуация с назначением нового руководителя ЦСИ и уходом старых сотрудников сложилась из-за потери взаимопонимания между Центром стратегических исследований и властью. Наука, как известно, не может служить интересам лишь политической конъюнктуры, если даже она правящая. Но это не означает, что правящая конъюнктура и наука должны быть отгорожены друг от друга необходимой китайской стеной. Без опоры на науку система управления не может стать эффективной, но и наука без политического инструментария реализовать себя тоже не может. Они должны находиться в конструктивной взаимосвязи. У нас эта связь оказалась односторонной. Как рассказывают бывшие сотрудники Центра стратегических исследований при президенте, проблемы коммуникации с властью начались сразу после публикации стратегии развития республики, которая была подготовлена по заказу руководства страны. По словам Хатун и Шаты, по все дело в том, что в стратегии обозначен механизм ее реализации, который, по ее мнению, не хотят задействовать чиновники. Наш чиновничий класс не понимает, отторгает слово программа, потому что они сегодня работают очень свободно, а у них нет государственных целей, потому что нет в нашем государстве документа, где прописаны, чем они должны заниматься, какие должны быть целевые установки, например, через три года или через пять лет, кто несет за это ответственность, какие объемы финансирования. Именно механизм реализации этой стратегии стал камнем преткновения. Как рассказывает Хатуна Шатыпа, в последние три года администрация президента не давала публиковать материалы некоторых исследований и препятствовала проведению отдельных мероприятий, что, по ее мнению, недопустимо, так как информация, которой пользовались научные сотрудники, находится в открытом доступе. Запретили повесить отчет аналитический у нас на сайте. Дали это вообще такую нашу научную работу. Из администрации президента был звонок, что надо это снять с нашего сайта. Второе, пожалуйста, пример, сейчас сразу же вспомню. Мы хотели провести в мае месяце, в июне научную конференцию. Вот просто вдумайтесь в тему, есть ли выход из кризиса. И это тоже запретили, сказали нет. Решение уйти с должностей в ЦСИ при президенте бывшие сотрудники приняли, руководствуясь утверждением, что наука должна всегда быть в оппозиции к власти. Они видят свою роль не в обслуживании государства, а в изучении реального положения дел в стране. Поэтому приняли решение продолжать свою деятельность в автономном статусе. Как рассказала Илона Мерцхулава, сегодня у них уже есть заказчики. Не только нас, но и российских, и зарубежных ученых интересует ситуация, которая происходит в нашей стране. Из Турции у нас есть такой заказ именно по социологическому исследованию. Вот после того, как мы его завершим, мы обязательно нашу работу представим на всеобщее обозрение. По мнению сотрудников Центра социально-экономических исследований, они не будут дублировать работу Центра стратегических исследований, так как у них будут разные заказчики, а значит и характер анализа. В своей пресс-конференции Гиви Георгиевич очень четко обозначил позиции дальнейшей деятельности Центра. Он сказал буквально следующее, что главным заказчиком будет президент. В наших условиях президент заказчиком не будет. Поэтому я не думаю, что мы будем каким-то образом дублировать работу друг друга. Среди штатных сотрудников ЦСИ преобладали экономисты. Но, по словам Гиви Габния, государство – это не только экономика. У него в планах проводить исследования и в других областях. Но для этого, как он подчеркивает, должен быть запрос государства. Мы говорим стратегия социального развития, но в стратегии у нас разные направления, разные области и так далее. Вот я просто открыл здравоохранение, значит, национальная безопасность, социальное обеспечение и так далее. То есть мы все понимаем, что в нашей стране какие-то реформы, все-таки мы занимаемся реформами определенное время, и еще какие-то реформы в различных областях, они неминуемы. В настоящее время ведется набор сотрудников штат ЦСИ при президенте. Несколько человек, по словам Габния, уже приняты. Как рассказывает директор, он лично проводит собеседование и берет на работу только тех, кто реально заинтересован в научной деятельности. У нас, сами понимаете, много проблем и в здравоохранении, и в коммунальном хозяйстве, и в социобеспечении, особенно пенсионном обеспечении. Поэтому в планах у нас, и у меня лично в планах, набирать людей именно разных, разных, так сказать, специалистов, специальностей, для того, чтобы они могли разрабатывать. Они не одни будут разрабатывать, то есть не один специалист. Для этого мы можем привлекать еще извне. Центр социально-экономических исследований пока работает на добровольных началах. Средняя зарплата, по словам Хатуны Шатоповцы, САИ при президенте у них составляла 8 888 рублей. От 10 тысяч руководителя до 3,5 тысяч у рядовых сотрудников. Сами сотрудники признались, что пока готовы работать безвозмездно. Но уверены, будущие заказы и гранты помогут им полностью покрыть расходы, в том числе и на зарплату. Уже в декабре они планируют презентовать свою первую работу. В ближайшее время наш коллектив представит работу по теме анализа и оценка проекта республиканского бюджета на 2020 год. В ЦСИ при президенте план работы пока не утвержден, но, по словам Гиви Габния, центр будет работать не только над задачами, поставленными президентом. Это будет площадка, открытая для обсуждений и предложений. В ближайшей перспективе, какие изменения в какой области проводить, ему виднее. Он это знает и в соответствии с этим задачи нам поставлены. Значит, план работы, я думаю, что мы когда утвердим, мы выдадим тоже обществу, и чтобы, в принципе, и общество тоже было вовлечено в эти вопросы. Таким образом, в Абхазии сформировалось два исследовательских центра, которые будут заниматься анализом происходящих процессов в экономике, социальной сфере, политике и других областях жизни страны. Государственный, судя по словам его руководителя Гиви Габния, будет разрабатывать стратегию реализации задач, поставленных президентом. А автономный центр будет изучать, насколько реализуемая стратегия эффективна, а также предоставлять аналитические данные частным заказчикам. Мария Анна Котова, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ.